Всем доброе утро, мои хорошие! Сегодня я публиковала видео для вас. Это наша вчерашняя поездка с дочкой за мойкой. Заходите, смотрите, кто еще не смотрел. Вот, сегодня я дома, и сегодня я собралась поухаживать за собой, никуда из дома не выходить, потому что сегодня такой уход, где нужно там что-то понаблюдать. Вообще, я сегодня написала список дел, и в основном у меня такие дела, которые я делаю впервые, и средства, которые буду применять, применять буду впервые. Поэтому, знаете, не знаю, какие будут последствия, но посмотрим. Поэтому я решила включить камеру, и будем с вами все это экспериментировать вместе, и я буду делиться с вами впечатлениями. Не все результаты будут сразу налицо, но, короче, посмотрим, что будет у меня по ощущениям. Значит, первое, что я сейчас хочу сделать, это я хочу пойти искупаться, испробовать вот эти средства. Это я еще не пробовала. Это у нас Фаберлик. Значит, тонизирующий скраб, актив для тела, антицеллюлитный. Я вам его показывала уже, но у меня не было возможности, в общем-то, его проэкспериментировать. У нас то воду горячую выключали. Ну, в общем, я взяла уже потом вот этот вот антицеллюлитный крем-скульптор. И мне кто-то из подписчиков посоветовал вот это вот сначала поскрабировать, а потом уже этим кремом намазаться. Но дело в том, что в этом креме написано, что может быть сжение какое-то на коже или что. В общем, буду пробовать, не знаю, покраснение, сжение, что будет, я не знаю, я боюсь уже. Но хочу попробовать. Значит, вот это вот поскрабирую и намажу. Намажу в области талии и на бедрах вот это вот хочу. Ну, а девочки, после этого я хочу усики свои немножечко депиляцию сделать. Я как-то делала давно. Но когда первый раз дочка мне делала, это было смешно, конечно, видеть. Ужасно, это коралла. Посмотрите, если кто не видел мои какие-то предыдущие ролики, там, по-моему, название депиляции усов впервые, первый раз. Вот, ну, дочка мне дала вот эти вот восковые такие полоски. Я не знаю, это производство, чье, не знаю. Но, в общем, будем пробовать тоже, тоже впервые. Вот, и еще, девочки, я вам уже показывала вот этот активный крем-гель антиакне. Хочу вам сказать, замечательная вещь. Вот я последний раз заказала еще один такой, дочке принесла, чтобы она пользовалась. И я буду пользоваться у нее. Потому что мне приходилось это все время носить с собой. У меня все время выскакивают какие-то вот прыщички. И вот, кстати, пару дней назад у меня вот здесь вот на бороде вот выскочила, даже не выскочила, а, знаете, у меня назревало прямо три штуки подряд, прям болела вот эта вся область. И я по несколько раз в день мазала вот этим вот кремом. И ничего у меня не вылезло. И сегодня у меня уже ничего не болит. То есть все рассосалось. Вот у кого такие есть проблемы, девочки, вот лучше средства, честно говоря, я не встречала. Вот такое средство я вам уже показывала. Это Фаберлик. Ну что, давайте начнем. Пошла я купаться, пошла я мазаться. Потом я к вам вернусь и скажу, что у меня там за ощущения. И приступим тогда уже к следующему этапу наших экспериментов. Смотрите, девочки, пока покраснели у меня вот эти участки, где я нанесла этот крем. Вот это да. В общем, девочки, намазалась я этим кремом. Ну, я читала там, что должно как быть покраснение, начинается вот эта активность, может быть там немножко жжение покалывания, но в течение часа это пройдет. В общем, через час должно пройти. Ну, вы знаете, я вот тут вот красная вся, и до колен красная, где намазала этим кремом. Вы знаете, такое ощущение, когда вот на солнце вот подзагоришь, немножко сгоришь, да, и вот такое вот жжение идет по коже. Хотя там написано, протестируйте за 24 часа на небольшом участке кожи. Я вчера чуть-чуть намазала вот на животе, покраснения не было ничего. А сейчас, может быть, этот эффект усилился из-за того, что я проскрабировала еще в начале это. Ну, как мне писали подписчики, что вроде бы эффект должен быть, там сжигание жиров активно идет, ну и так далее, прочее. Вот, ну, я не знаю, в общем, пока еще как бы терпимо все это. Я надеюсь, что это у меня скоро должно пройти. Конечно, я в шоке. Я красная. Вот. Я не знаю, мне, может быть, стоило бы подождать этот часик, а потом продолжить видео. Или уже продолжить, я не знаю. Я сейчас усики еще собираюсь поэта подепилировать. А знаете, как это больно. Вау! Но нужно. Ой. Смотрите, я даже вот рукой прикоснулась, где-то чуть-чуть подмазалась, да, и прям сразу видно вообще красное. Вот так вот у меня сейчас живот и ноги красные. Ну, ладно, посмотрим, что будет дальше. Я что-то прямо боюсь. В общем, девочки, 5 минут прошло, и то ли я уже привыкаю к этому сжению, то ли мне уже как бы не так страшно становится. Ладно, я продолжу, потому что в конце концов потом еще иногда голову сушить. Я хотела там попробовать еще что-нибудь поэкспериментировать с волосами. Поэтому не будем тянуть резину. Так, насколько я помню, нужно намазать сначала губы каким-нибудь бальзамчиком. Для того, чтобы у нас губы не повредились от этого воска. Так, потом, насколько я помню, нужно нам отрезать полосочку такую вот небольшую, да, и разогреть ее надо в руках. Вот так вот растереть. Насколько я это помню. Главное не ошибиться. Главное не навредиться этими экспериментами. Честно говоря, я-то не особо так любитель бьюти-экспериментов. Вот. Потому что я, не знаю, я довольна своей внешностью. Ну, конечно, там нужно уход за собой делать, ухаживать все. Но я боюсь, чтобы и хуже не сделать себе. Понимаете? Понимаете? Так. Воск, надеюсь, разогрелась. Разогрелась, надеюсь. Так, а как же дальше-то, я не помню, лепить. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно, будем сейчас вспоминать. Так. Боюсь, как всегда, девочки. Боюсь. Ой, господи. Ой, блин, как это больно. Ничего не вижу я, чтобы что-то у меня отошло. Что-то не так, наверное, делала. Что-то забыла, наверное. Я знаю, что нужно не по волосам ленту эту тянуть, а наоборот. Это я запомнила. Должна все отодраться. Ну-ка. Ой, как это больно все-таки. Не знаю я, подралась или нет. Что-то я не вижу. Я пока не вижу. Так, ладно. Попробую я эту вторую ленточку прилепить. Надо очки, наверное, мне одеть, чтобы я уже увидела. Да? Одеть очки, тогда увижу. Что ж я тут могу увидеть без очков. Так. А это в обратную сторону надо отрывать. Ой, боже. Как это больно, девочки. Красота требует жертв. Таких жертв, что я не знаю. А, вижу, что-то там оторвалось. Отодралось. Так. Ну-ка, очки. Да вроде поотдиралось что-то. Вижу, вижу, вижу. Так, ладно. Хорошо. Значит, есть эффект. И вот здесь вот надо еще поотдирать. В молодости волосы тут не росли. Теперь растет и борода, и усы, и все растет. Вот. Ну, хорошо. Сейчас я это еще немножко поотдираю. А потом я смажу вот этим вот масло, очищающее после депиляции. Кстати, хорошее масло успокаивает. Это тоже фаберлик. Это тоже фаберлик. Д-лайн. Д-лайн. Такое маслице. Ну, все, девочки. Где увидела, везде вот это все повыдирала. Теперь вот это маслице очень хорошее. Оп. И прямо намазать, не стесняясь, надо вот это все. Это масло удаляет остатки воска и снимает воспаление, жжение, боль. Вот это все успокаивает кожу. Вот, сейчас намазала. Ну, и потом через некоторое время я вам вернусь и покажу, что у меня тут. Кстати говоря, у меня вот покраснение, оно еще есть, но жжение уже прошло. То есть, уже, я уже не чувствую этого жжения. Значит, все нормально. Я сегодня причиняю себе боль. Наложу красоту. Красота приходит с болью. Да, мои хорошие девчонки. Так, ну все, намазалась. Теперь надо отдохнуть. В общем, девочки, прошел час. Мои покраснения уже сошли все. И здесь, и здесь все уже нормально. Так что, ничего страшного, я живая. Будем экспериментировать дальше. Захотелось мне сегодня немножечко сделать укладку по-другому. Но я волосы высушила, как обычно, как обычно. Круглой расческой вытягивала. Но мне что-то в последнее время очень хочется взять утюжок. И утюжком сделать какие-то вот такие локоны. Я не знаю, что у меня получится. Утюжок пока греется. Я такую прическу увидела там по телевизору у одной ведущей. И вот мне что-то хочется. Я не знаю, получится на такую длину или нет. У нее волос подлиннее. А подлиннее я уже делала. Дочка мне там экспериментировала. Давненько, правда. Вот. Ну, прям хочется мне, чтобы эти локоны куда-то вот туда назад смотрели. И все такое. Сейчас прогреется утюжок. И я начну экспериментировать. Так, ну что, я не знаю даже, честно говоря, с чего начать. Ну, начну с чего-то. В общем, девочки, если не получится, ну что делать? Ну, ничего страшного тогда. Как-то, как-то это вот назад. Ой, что-то не то. Как-то вот так. И вот как-то вот так вот. Оп. И что это получилось? Ха-ха. Не знаю я. Надо поменьше, наверное, брать луком. Вот так вот как-то. И вот так. Ну-ка. Ой, что я сделаю? Что у меня будет? Я вообще не знаю. Что я такое делаю, девочки? Что-то вообще из ряда вон. Мама Чоли решила красоту себе навести. А как делать это? Не знает. Да? Кто-то скажет. Ну, не знаешь, не берись. А если хочется? Как? Не попробуешь, не узнаешь, да? Что-то вырисовывается непонятное. Так. И вот так пойду по кругу, короче. И. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, у меня, девочки, есть вот такой вот гель Лондон для укладки волос. Я его в последнее время что-то редко использую. Я не знаю. Сейчас я попробую немножечко им... Попробую сделать что-то. Не обращайте внимания, у меня стиральная машинка работает. Я помимо красоты еще и стираю одновременно. Вот не знаю. Ну, что-то вот не очень мне нравится. Мне кажется, если бы мне кто-то это сделал, было бы, конечно, лучше. Но, с другой стороны, вот такая вот пышность какая-то для разнообразия. Все равно я сегодня никуда не иду. Я сегодня полностью вся на экспериментах. И поэтому, если даже у меня что-то не получается, никто, кроме вас, этого не увидит. Вот. Ну, ничего так. Похожу по дому сегодня вот такая. Озорная девчонка. Ну, что, девочки. Походила я немножечко с этой прической. Посмотрела на себя в зеркало. И хочу вам сказать, не дурно. Хоть даже и немножко неровно. Но, может быть, в этом смысл, в хаотичном порядке вот это все накручено. Ну, прикольненько. Мне нравится. Похожу я так. Очень даже здорово. Так. Ну, что, эксперименты у нас продолжаются. Что еще я экспериментирую, скажу вам. Вчера дочка купила мне артру. Я уже вам говорила как-то, но, наверное, уже давно. Не все знают. Вот это лекарство я пропиваю с периодичностью, с какими-то интервалами уже на протяжении 5 лет. Потому что у меня остеохондроз, остеоартроз. Это вот 5 лет назад, когда я заболела, я вынуждена была уволиться с работы. Полгода я лежала здесь пластом, ничего не могла делать, не работать, еле ноги передвигала. И, в общем, долго обследовалась, пока мне там уже не поставили, в конце концов, диагноз. Остеохондроз второй степени, остеоартроз второй степени. В общем, все суставы болели, позвоночник, поясница, все болело. Вот, в конце концов, мне делали сначала уколы, вот этот хондротин и глюкозамин. Потом уже эти уколы я, в общем-то, перенесла на таблетки, потому что таблетки пить проще. Таким образом, я встала на ноги и еще даже 2 года я поработала, ну, на неполной занятости, также в магазине поиск. Ну, в чем новшество сейчас? Я брала Артру обычную, а сейчас я взяла Артру МСМ. Я не знала, что такое МСМ, но вчера вот мне попалась одна аптекаша, которая мне разъяснила, в чем разница. И я решила попробовать взять вот это МСМ. Но для тех, кто лекарство такое пьет, а не знает, в чем разница, я вам скажу. Сюда добавили третий компонент. То есть, если здесь было раньше хондроэтиносульфат и глюкозамин был. Два компонента было. Сейчас добавили метилсильфомилеметан. И гиалуроновая кислота. Значит, что это дает? Быстрее идет лечение, выздоравливание идет быстрее, да, то есть боли снимаются быстрее. Для того, чтобы меньше употреблять обезболивающие. И здесь курс лечения получается быстрее. В общем, если я в обычной артру, обычную я пила полгода, а здесь достаточно ее пить два месяца, по две таблетки два месяца. В общем, короче говоря, я решила поэкспериментировать и взять вот такую новую артру. Ну, в общем, не буду я про нее долго вам рассказывать. Я начала вчера пить первый раз, первый день. И, в общем, посмотрим, ну, не знаю, через пару недель, две-три недели уже результат должен быть уже налицо. Ну, по крайней мере, так-то чувствую, вроде, немножко получше сегодня. Но за один день, конечно, результат еще, это накопительный эффект происходит. И за один день, в общем, за два, за три дня эффекта вроде не показывала раньше. Я замечала эффект только спустя где-то две-три недели. Вот, ну, попью. Ну, а потом вам скажу, если вот у меня улучшение, может быть, раньше будет, я вам скажу, что да, действительно, улучшение произошло раньше. Но единственное, что меня, конечно, вот зацепило то, что, во-первых, обезболивающих не надо там пить, да, то есть, как бы, вот эта вот новая формула, она снижает вот эту вот потребность в обезболивающих. И то, что курс не полгода, а два месяца, мне это понравилось. Цена этой упаковки, она, кстати говоря, ну, если этот курс растянуть на полгода, получается, больше денег тратишь. Лекарства дорогостоящие. Это, кстати, спасибо дочке, это она лекарства-то мне купила. Вот такая упаковка, 1,60 таблеток, стоит 1650 рублей. В Югфарме это самое дешевое. А в других аптеках она стоит еще дороже. Ну, это, девочки, не реклама, сразу говорю. Это просто я вам делюсь тем, что вот этот препарат, который я употребляю уже на протяжении долгих лет, просто у меня сейчас появилась возможность попробовать, так сказать, испробовать на себе новую формулу вот этого препарата. Вообще написано, что это БАД, это не является лекарством, и вместе с едой его нужно употреблять. Один раз в день, две таблетки, в общем, начала курс лечения. Чтобы быть подвижной для вас. Вообще дочка молодец, балует меня, если какие-то покупки такие вот дорогостоящие, но вот она старается их оплатить. Так что и телефон она мне недавно купила, вот лекарство дорогое купила, сумочку мне подарила. И, кстати говоря, вместе с сумочкой вот купили мы вот такую кастрюльку, я попросила ее, потому что я хочу в ней готовить некоторые блюда в микроволновке. Я вчера ее померила, я боялась, что эта тарелочка, или как это сказать, кастрюлечка, боялась, что она не поместится в мою маленькую микроволновку. Но ничего, поместилось, крутилось, вроде бы нормально, да. Вот, ну а сейчас я размораживаю куриные бедрышки, филе куриного бедра. И хочу я приготовить вот это куриные бедрышки здесь, в микроволновке. Ну а на гарнир я сварю макароны. В общем, я не хочу сегодня ничего такого сложного готовить, потому что у меня съемки, в общем-то, сильно тут кулинарить не хочу. Ну и, по крайней мере, для пробы, в общем, как это готовят в микроволновке, и, честно говоря, в микроволновке я видела, как люди готовят, сама не готовила. Я как-то привыкла уже мультиваркой обходиться, вот. Ну а есть люди, допустим, на работе у кого-то есть микроволновка, можно приготовить, или на даче вот есть где-то микроволновка, но нету мультиварки там под рукой, печки, там, духовки и так далее. То есть есть много разных блюд, которые можно готовить в микроволновке, и первые блюда, и вторые блюда, в общем. Ну вот сейчас курочку хочу приготовить в этой кастрюльке. Буду тестировать эту кастрюльку. Это тоже, можно сказать, эксперимент, потому что тоже делаю это впервые. Ну вот, девочки, куриное филе у меня разморозилось. Вот на такие кусочки, вот порционные, я это все порезала. Так, отложу пока в стороночку. И сейчас я хочу намешать смесь, которой я буду это все обмазывать. Ну вот у меня есть пол баночки сметаны, я эту сметану сюда всю как раз выложу. Если нету сметаны, можно просто немножко растительного масла, чтобы там растворилась специя. Дальше туда приправу для курицы, любую можно положить, любая какая есть. Ну вот, я не знаю тут сколько, пол чайной ложки примерно вот так вот, да, достаточно. Много не буду ложить, чтобы не переборщить. Дальше перец черный молотый, ну примерно, может, с пол чайной ложечки вот так вот. Тоже на глаз я просто это все делаю. И вот соль у меня адыгейская, она с приправами, с травами. Вот немножко соли, так, немножко, не переборщить, хватит. Все, сейчас я вот это все перемешаю. И в этой смеси я обваляю корочку. Ну и все, теперь я сюда выложу корочку, вот эту всю. И хорошенечко ее перемешаю, помну. И оставлю постоять на 10 минут, чтобы она пропиталась хорошенечко. А потом переложу уже в ту кастрюльку, в которую я хочу. Девочки, 10 минут прошло, даже больше немножко. Макароны у меня варятся. И вот это я решила переложить уже сюда. И поставить в микроволновку. В микроволновку я поставлю, ну, режим у меня там максимальный 700. И я думаю, 700 можно оставить. И на 25 минут. 25 минут должно быть достаточно. Ну, посмотрим. Ну, так вот сейчас подровняем. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, я думаю, должно быть нормально. Все, закрываю вот этой крышечкой. Ну, все, процесс пошел. 25 минут 700 у меня мощность максимальная. Ну, а здесь макароны у меня на слабом огне варятся. Я поставила таймер. Осталось 3 минуты. И у меня плита сама выключится. Девочки, я вынуждена была снизить мощность. Мощность я сейчас поставила на среднюю, на 400. Ну, посмотрим. Может быть, добавлю на 500, если не будет кипеть. Но оно должно кипеть чуть-чуть. Вот. И у меня где-то минут 15 прошло. Я смотрю, у меня течет все с микроволновки. На 100 вот сюда жир вот этот потек. Сейчас я поставила на всякий случай, убрала здесь все. Вот. Так что, видите, вот экспериментирую для вас. Чтобы вы знали, на всю мощность втыкать не надо. Даже 700 это уже много. Будет все это через верх, вот оно выливаться. То есть оно сильно кипит. Я так понимаю, да? Вот сейчас я посмотрю. Сейчас не очень хорошо видно. Но я посмотрю и понаблюдаю. Чтобы оно кипело слабенько. Ну, я так поняла, что там пена. Она вот образовывается. Я вижу, образовывается пена при кипении. И при сильной мощности пена это... Она просто идет через верх и истекает с микроволновки. Вот. Поэтому нужно, ну, может быть, довести до кипения. Потом сбавить мощности. Либо сразу поставить слабее. Ну, в общем, сейчас вроде она уже не бежит через верх. Ну, все нормально. Ну, что, девочки. Курочка моя приготовилась. Курочка, я смотрю, мягкая. Она вся уже готовая. Ну, и я вижу, что она сочная. Вот. Я не знаю, много, может быть, я сметаны положила. Может быть, в следующий раз меньше положу. Ну, по крайней мере, мощность точно надо ставить на 400. И 20-25 минут по времени. 20 минут, может быть, даже достаточно. Вот. Ну, надо осмотреть, чтобы не текло. Потому что, если много жидкости, тогда появляется пена. И она просто идет через верх и течет. Вот. Ну, все. Сейчас сяду, буду кушать, буду пробовать. Вот такая вкусняшка у меня получилась. Сейчас буду пробовать. Ну, что, попробуем мои эксперименты, девочки. Меня курица интересует. Ммм, вкусная. И мягкая. Класс. Сейчас кушать буду. Я не знаю, мне кажется, чуть-чуть покраснение еще осталось. Хотя в зеркале смотрю, вроде бы нет. Ну, ладно. Все пройдет. Я сегодня дома. Ну, все, мои хорошие. Я проголодалась. Ужасно хочу есть с этими экспериментами. Вот. Ну, не давала вам скучать и себе тоже. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Прощаюсь, заканчиваю видео. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok